33 населённых пункта страны остаются без электричества из-за сильного ветра. Они расположены в Ниспаренском, Новоаненском, Когульском, Кантемирском, Тараклийском, Чемишлийском и Лёвском районах, а также в Гагаузской автономии. Кроме того, на юге страны закрыты несколько контрольно-пропускных пунктов по причине сбоев в энергоснабжении на украинских КПП. Из-за наледи на некоторых трассах на юге страны офицеры пограничной полиции мобилизуют все силы, чтобы вызволить застрявшие автомобили. В частности, речь идёт о полицейских из Вулканешт, которые этим утром на трассе Бурлачена-Чумай разблокировали несколько машин. В селе Тудора, района Штефанводы, спасатели отбуксировали грузовик, который сошёл с трассы. В то же время закрыт доступ грузовиков на румынскую территорию через КПП Джорджулеșт и Галац. По словам мэра Вулканешт, Виктора Петриоглу, 40% жителей города остались без энергоснабжения после того, как прошлой ночью сильный ветер повалил два столба электропередачи. Сообщается также о четырёх вырванных с корнями деревьях, одну улицу занесло снегом. Сильный ветер повалил деревья и на трассах страны. В одном случае помощь спасателей понадобилась в Криулянском районе, во втором – в Когульском. В селе Пыскауц Рыжканского района им пришлось убирать дерево с крыши жилого дома. Бессонной выдалась ночью для сотрудников столичной мэрии. 25 рабочих убирали ветви деревьев, упавших на автомобили и проезжую часть. По словам главы управления жилищно-коммунального хозяйства Иона Бурдюмова, в Кишиневе повалено по меньшей мере 14 деревьев, повреждены 7 автомобилей. В социальных сетях появились их фотографии. Сообщается, что на одну машину упала бетонная плита с соседнего дома. Кроме этого, сильный ветер повалил и погнул множество дорожных указателей.